3 декабря текущего года в оперативные службы региона поступила информация о готовящемся взрыве, расположенного в городе Магадане по улице Пролетарская, дом 84, здания детского технопарка Кванториум. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных у ФСБ России по Магаданской области, во взаимодействии с представителями территориальных управлений МВД Росгвардии и МЧС, взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании и на прилегающей к технопарку территории обнаружено не было. Установлено, что ложную информацию об угрозе террористического характера распространил несовершеннолетний житель города Магадана. В отношении его родителей составлен протокол по части 1 статьи 5 прим. 35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. У ФСБ России по Магаданской области напоминает об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. Такое преступление является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. В случае выявления угрозы террористического характера необходимо незамедлительно информировать у ФСБ России по Магаданской области по телефону 623472. Сегодня, вот собираясь, мы вспоминаем о нем. Кажется так, что прошло буквально 20 чем-то лет. Он сейчас это видит и понимает о том, что о нем помнит и, наверное, душе все-таки как-то легче. На Марчиканском кладбище почтили память эстрадного певца и композитора Вадима Козина. Церемонию провели накануне годовщины смерти Вадима Алексеевича. Певец начал выступать на эстраде в 20-х годах прошлого века. В феврале 1945 года его осудили на 8 лет и сослали на Колыму отбывать наказание. В начале 1950 года Вадима Козина досрочно освободили. Певец остался в областном центре, работал в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре и продолжал выступать. 19 декабря мы отмечаем День памяти Вадима Алексеевича Козина, знаменитейшего российского певца и нашего земляка. И вот память, которую мы о нем храним, она ко многому обязывает. Мы обязаны хранить и делать все лучше работу Мемориального музея Вадима Алексеевича. И в том числе мы обязаны хранить мемориальное захоронение. В этом году в течение лета провели реставрацию могилы Вадима Козина. Положили плиты, поменяли сгнившие доски, отшлифовали поверхности, зашпаклевали трещины, вычистили, покрасили крышу. Думаю, что очень правильно сделали, что вот этот вот памятник восстановили, отреставрировали. Это все же нас земляк, известный и у нас в стране, и за рубежом. Как отмечают реставраторы, ни времени, ни средств не жалели, делали на совесть. Всю поверхность пропитали специальными веществами, чтобы не было гниения. Эксперты утверждают, реставрировали хорошо, стоять памятник будет долго. На заседании правительства Колымы обсудили итоги конкурса социальных проектов. Более 30 некоммерческих организаций поучаствовали в конкурсе, победили 19. Самые популярные направления проектов – наука, образование, просвещение, а также пропаганда здорового образа жизни. По завершению состязания организации получили субсидию из областного бюджета на реализацию своих проектов. В этом году из казны региона выделили 9 миллионов рублей, 5 – из фонда президентских грантов. За счет финансирования конкурсом приездки грантов удалось выделить более крупные суммы на реализацию социальных проектов. Это до 1,4 миллиона рублей, что пособствовало качественному росту самих проектов, увеличение охвата граждан, принявших участие в реализации проектов умножения числа волонтеров, увеличение большего числа муниципальных образований в проекты. Многие некоммерческие организации смогли приобрести оборудование, которое в дальнейшем понадобится для их деятельности. Победители уже начали реализацию своих проектов. Семейные ценности – проект организации «Колыма за жизнь». Благодаря соцподдержке более 800 человек получили материальную помощь. Братина провела двухдневный исторический фестиваль в онлайн-формате. Посетило его более 6000 зрителей. В связи с комплексным благоустройством третьего микрорайона после сдачи садика в третьем микрорайоне, строительством школы. Там у нас на сегодняшний день сколько, Дмитрий Николаевич, объектов? Где-то 4000, а в третьем микрорайоне 300 объектов надо удалять. 300 объектов надо удалять, потому что по проекту там идет набережная, которая ближе к реке Магаданки. И все нужно выталкивать оттуда. На заседании общественной палаты города Магадана активисты подняли тему вывоза многочисленных гаражей с различных территорий областного центра. К общественникам обратились жители столицы Колымы. Объявления о вывозе гаражей наклеиваются за неделю до их эвакуации, что не позволяет людям принять и реализовать какие-либо меры самостоятельно. Владельцы данных объектов готовы были вывести объекты на какие-то там дачные участки или на другую территорию за счет собственных средств. Но в летний период, потому что сорвать замерзшие гаражи и прочее, нереально просто. То есть за какой период предупреждаются, то есть вывешиваются объявления, если в течение недели понятно, что это невозможно физически сделать. Я помогу Дмитрию Дмитриевичу. Во-первых, энергостроители уже три года проклеивают объявления, и есть возможность и в зимнее, и в летнее, и в весеннее вывести. Но они категорически этого не делают, и сейчас активизация всей этой работы произошла на фоне всех проверок, которые ведутся после смерти ребенка. Вот сейчас они засуетились. На самом деле все гаражи, которые установлены на улице энергоспроителей, они установлены без правообстановящих документов. Вопрос к энергетикам, которые подключают несуществующие объекты на несуществующих земельных участках, но активизация сейчас связана именно с этим. На вопросы общественников подробно ответил руководитель управления административно-технического контроля мэрии Магадана Дмитрий Мигалин. На средства областной программы «Столица» специально под возросшие объемы сноса незаконных строений закуплена дополнительная спецтехника. Работаем, работаем, и будем работать дальше. Наш план, если еще раз повторяю, это 4 932 объекта. Олег Дудник, Александр Фещенко специально для вечернего Магадана. В Магадане прошел открытый городской турнир по борьбе, посвященной памяти мастера спорта Владимира Мищенко. В соревнованиях принимало участие около 50 участников. Приехали, да, у нас получается традиционно команда Северо-Ивенского района и три команды из Магадана. В этом году проводился уже 12-й турнир с возрастными группами от 10 до 15 лет. Ну, это мужской спорт, там нет женщин, и в принципе мне нравятся такие суровые. Владимир Мищенко являлся учителем физкультуры в 24-й школе, впоследствии стал тренером по борьбе в 1-й спортивной школе. В соревнованиях участвовали также и некоторые из бывших воспитанников. Погода в Магадане на этой неделе была очень переменчивой. В начале недели нас ожидал антициклон, а к концу недели посетил циклон. Что ждать на этих выходных, узнаем у жителей города прямо сейчас. Субботу, 18 декабря в Магадане значительно облачно. Температура воздуха ночью до минус 12 градусов, днем до 14 градусов мороза. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. В воскресенье, 19 декабря, Магадане облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до минус 20 градусов, днем до 17 градусов мороза. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.